Новую встречу владивостокцев с традиционной одеждой жителей страны восходящего солнца в этот раз посвятили одному из величайших произведений японской классической литературы. Основу повести о блистательном принце Гэнзи составляет любовная биография побочного сына императора. Роман представляет собой цепь новелл, каждая из которых излагает отдельный эпизод из жизни принца. Кимоно и музыка помогли создать яркие образы, которые дали возможность гостям шоу прочувствовать культовый японский сюжет. Шоу-программа охватывает временной период в несколько десятилетий. Все как в романе. Тут и любовная линия с принцессой из павильона Глицинии, наложницей отца Гэнзи и встреча с 10-летней девочкой Мурасаки, которую юноша берет на воспитание к себе с намерением сделать своей супругой, когда та подрастет. В ходе действия на сцене появлялись почти все герои повести. Принцы, императоры, наложницы. Взрослые дети, все они непрофессиональные артисты. Хотя в это очень трудно поверить. У некоторых участников уже сложились амплуа. Кто-то использует потрясающий комический талант, а некоторые поражают артистическим диапазоном. В качестве актеров добровольно выступили служащие генерального консульства и японцы, которые учатся или работают во Владивостоке. Почти все кимоно на моделях – их собственность. Многие из них привезли костюмы специально для участия в проекте. Первый раз. У меня нет опыта. И когда мы начинаем тренировку месяц назад, после работы мы собираемся и тренируемся. А костюмы вы сами шили? Нет, нет. Это из Японии. Из Японии. Но японские консульства? А, по-моему. У них есть костюмы. Генеральный консул Японии во Владивостоке Касая Тацухико отметил, что через кимоно есть возможность показать общество Японии, передать, как японцы думают и как относятся к жизни. То, что они сделали, очень большой фактор в взаимопонимании друг друга между Японией и Россией. Жители Владивостока – единственные в России, кто имеет возможность знакомиться с историей и культурой Японии именно в таком ключе. Верно найденный организаторами формат музыкального спектакля позволяет оценить красоту и разнообразие традиционного японского костюма. С небольшого расстояния рассмотреть даже небольшие детали, насладиться чередой ярких театральных миниатюр и одновременно приобщиться к японскому эпосу. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный. Новости на восьмом.